Приветствую вас и прежде чем говорить о том, как избавиться от любовной зависимости, давайте немножечко скажем про зависимость вообще, чтобы вы лучше понимали причину возникновения такого решения, такой, скажем так, несвобода. Любая зависимость есть последствия определенных желаний у человека, неудовлетворенных желаний, определенных пустоты у него в душе и сердце, которые он пытается заполнить. Любая зависимость это следствие невозможности человека реализовать свои потребности и желания так, как ему хочется. Невозможности сделать это правильным путем, естественным путем, путем свободного акта воли и изъявления. И человек начинает в зависимости, как бы сказать, выбирая наиболее доступную форму удовлетворения своих желаний. И вот именно так с вами и получилось, что вы, видимо, не имея возможности быть с мужчинами, не имея возможности реализоваться как женщина, но при этом испытывая потребность любить и быть любимой, начали встречаться с женатым мужчиной. Наверное, надеясь на то, что он бросит свою жену ради вас, но эта надежда живет где-то глубоко внутри вас, а рядом вы, скорее всего, понимали, что нет, он не бросит никогда свою жену, он будет спать и с ней, и с вами, и с другими женщинами. И вам необходимо вот это вот ощущение, которое он вам дарит, то есть рядом с ним вы чувствуете себя женщиной. И, собственно, задам вам вопрос, почему вы не можете, не могли вступить в отношения со свободным мужчиной? Почему вы, узнав, что мужчина женат, терпели тот факт, что он отводит вам не первое место? Ведь женщина, уважающая себя, любящая себя, ценищая себя, никогда не позволит мужчине ставить себя, ставить ее на любое другое место, кроме первого. Но вы это сделали. Гад вопрос, почему? Либо ваши предыдущие отношения закончились неудачно, и они принесли вам ощущение, что вы недостаточно привлекательны, недостаточно красивы, недостаточно умны и так далее. Что вам хотелось отчаянно доказать, что вы можете быть с кем-то, и вы стали с кем-то. Либо у вас есть комплексы из детства, которые также мешают вашей адекватной оценке себя, вашему самолюбию, мешают вашей гордости и так далее. Тогда эти комплексы необходимо убирать, они связаны с родителями, и детско-родительские отношения мешают вам от счастья реализовываться как нужно в качестве женщины по отношению к мужчине. Есть и другой момент, корень которого в том, что вы, оказавшись в обществе, почему-то считаете, что вы хуже других. Но так или иначе, все упирается в ваше самолюбие, ваше достоинство, ваше гордость, которое необходимо развивать. Необходимо любить себя, учиться любить себя. Для этого нужно осознавать свою ценность. Для этого необходимо ставить перед собой определенные жизненные задачи, цели решать их, добиваться успеха. Успех использовать как осознание того, что вы значимы, что вы ценные, и знать себе, собственно говоря, эту самую цену. Следующее, о чем нужно сказать, это то, что с этим мужчиной вы реализуете какие-то свои желания, какие-то свои, ну, скажем так, стремления. Нужно понять, какие. Потому что зависимость никогда не направлена на самого человека. То есть, если кто-то любому зависим, то человек, от которого он любому зависим, нужен зависимому. И он думает в этот момент о себе. Человек для чего-то и ему нужен. Вам нужно понять, что именно вы чувствуете, когда находитесь рядом с мужчиной. Какие желания вы удовлетворяете, и понять, что эти желания для вас важнее всего. Мужчина выступает лишь средством для удовлетворения. То есть, если на его месте будет кто-то другой, вы бы точно так же с ним себя вели. Потому что ваше желание не удовлетворяется. И это желание не связано с обычными потребностями. Ведь тут что-то глубже, тут что-то более личное. Может быть, это неуверенность в себе, может быть, это страх перед чем-то и так далее. И вот именно это и нужно выявить и с этим поработать, чтобы это устранить. И тогда от зависимости вы избавитесь. Потому что вы будете, во-первых, четко понимать, для чего вам этот человек нужен. Что он вам несет. Во-вторых, при воспитывании в себе любви, при воспитывании личной самооценки, при акцентировании внимания на гордости, вы просто понимаете, что мужчина относится к вам не очень хорошо. И почему вы должны позволяете ему это делать? Если мужчина относится к вам плохо, значит, он вас не уважает. Если он не уважает, значит, о каких чувствах речь быть не может. А значит, чувствуете только вы. И раз чувствуете только вы, значит, вы нуждаетесь не в самом мужчине, а в его образе. Образ – это собирательное понятие всего того, чего вы хотите. Соответственно, сфокусировать внимание на этом образе, понять, какие именно качества в мужчине вас привлекают, для чего он вам нужен, и этого добиться самостоятельно, отдельно, без привязки к конкретному человеку. И тогда от зависимости вы избавитесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Я желаю вам удачи. Я желаю вам принятия верного решения относительно того, что вы будете делать в дальнейшем, потому что в идеальном варианте вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и поработать с ним приватно, чтобы избавиться от зависимости, потому что самостоятельно вам сделать будет это достаточно сложно. Но в любом случае решение принимать только вам. Я надеюсь, что оно будет верным. Я надеюсь, что вы примете его, исходя именно из своих интересов. И я желаю вам всего доброго.